Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала ГУЛАГУ.НЕТ! Меня зовут Владимир Осечкин, и мы продолжаем наше большое независимое расследование, продолжаем встречаться с правозащитниками и известными журналистами для обсуждения основной темы нашего расследования. Сегодня 14 октября 2024 года, и два дня назад в телеграм-канале «Бедный Рюрик» журналиста Андрея Калитина был опубликован очень важный материал со ссылки на «Эль Паис». Если позволите, я для начала тогда зачитаю несколько абзацев из этого поста, и потом уже представлю вам Андрея и познакомлю вас с ним. Алексей Навальный, прямая цитата. Руководство тюрем в нескольких регионах не только организовало систему пыток и изнасилований заключенных, но и сняло все это на видео. Впоследствии оно было загружено на центральный сервер, чтобы они сами или сотрудники ФСБ могли получить доступ к записям и иметь возможность запугать любого, объяснив ему, что с ним может случиться. В качестве альтернативы, и, как я понимаю, это было их основной целью, изнасиловав заключенного, они могли завербовать его для своего дела с помощью шантажа, угрожая обнародовать запись. Это привело бы к тому, что другие заключенные отнесли бы его к касте униженных. В некоторых случаях пытки осуществляют сотрудники тюрем, в других заключенные. Почти во всех видеороликах была изображена сцена изнасилования мужчины палкой от швабры. Я не знаю почему, возможно, это просто тюремный бренд. Или, может быть, какой-нибудь больной извращенец из Федеральной службы исполнения наказаний или ФСБ тайно фантазирует о подобных вещах, поэтому он решил отдать приказ, что всех нужно пытать таким образом. Сегодня утром, когда мне принесли посуду для уборки камеры, деревенскую метлу, совок и тряпку, но не швабру, мне пришлось сдержаться, чтобы не сказать, а где швабра? Вы не можете мне сказать, что у вас нет швабры. Главным зачинщиком пыток была ФСБ. Это были не эксцессы пенитенциарной системы, а систематические пытки, организованные сверху. Вот, собственно говоря, с этого началось у меня утро субботы, когда я открыл телеграмм, и я подписан на канал Бедный Рюрик. И, кстати говоря, здесь в описании к этому видео и в первом комментарии ссылка на этот телеграмм-канал, рекомендую подписаться. Вот с этого началось утро выходного дня и очень важный материал. Андрей, здравствуйте, приветствую вас в первый раз на нашем канале. Конечно же, и я, и многие другие наши уважаемые подписчики и зрители следили за вами и ранее. Кто-то вас видел в программе «Взгляд» и внимательно смотрел, кто-то в программе «Совершенно секретно». Ну, на самом деле, вы известный журналист, но вот именно этот материал мне прямо попал и зашел, и мне показалось, что Алексей Анатольевич даже после смерти продолжает разговаривать с миром и, по сути дела, помогать в нашем большом деле. Почему вы обратили на этот материал, и какое значение имеет вот эта публикация небольших отрывков из его книги в испанской газете «Эль Паис» на сегодняшний день? Давайте с этого тогда начнем. Да, и рад вас приветствовать, конечно же, на нашем канале. Спасибо, что нашли время поговорить для нас. Владимир, добрый день. Я, во-первых, очень рад вас видеть и слышать. Спасибо вам, что позвали, и спасибо, что вы в этой теме уделяете огромное внимание. Я общался с коллегами в «Эль Паис» и в другом испанском издании «Эль Мундо». Это два крупнейших испаноязычных СМИ, которые охватывают, в общем, треть планеты по аудитории, потому что на испанском языке говорит примерно треть мира. Они меня предупредили о том, что вот у них есть материал такой, что они будут его публиковать, но при этом мы же видим, что часть материала была опубликована в «Таймс», часть материала в «Шпигеле», то есть это невероятная по масштабу международная журналистская акция. Формально она приурочена к выходу книги Алексея Навального, которая, кстати говоря, на следующей неделе уже появится, там огромный тираж стартовый, 500 тысяч экземпляров, и то, что журналисты из разных стран мира разными фрагментами решили этой теме уделить огромное внимание, свидетельствует о том, что да, они в некотором смысле продолжают то дело, которое ведет не только российская оппозиция, но и российские медиа, и российские правозащитные организации, и, конечно, очень важно уделять внимание этой теме дальше. Вообще «Эль Паис» или «Эль Мундо», или какие-то испаноязычные издания, они, конечно, были поражены той фактурой, собственно говоря, со мной стали ребята и коллеги советоваться, они были поражены той фактурой, которая описана, потому что ничего подобного, это просто немыслимо в других странах мира. Не такое содержание в тюрьмах, не такой поголовный контроль, просто нечеловеческий какой-то от слова, а бесчеловечивание, да, контроль со стороны спецслужб, он невозможен ни в одной стране мира. То, что происходит сегодня у нас, это катастрофа. Но я хочу сказать, что на самом деле в этой книге, вот из тех фрагментов, которые мы видели про тюрьму, наверное, нет ничего того, чего мы не знали раньше, в том числе благодаря, кстати говоря, безусловно, проекту «Глагунет», потому что вы эту работу вели очень долго, очень качественно, я знаю, какое количество людей вас читает и смотрит, и в России, и за рубежом, в России, и точно совершенно во всех органах власти, во всех силовых структурах, вы открывали эти факты, которые создают вот общую вот эту вот картину страшного совершенно мира за решеткой. Политическая ли акция, вот эти вот совместные публикации, отрывков книги Алексея, безусловно, да. То есть это не просто книга, это не просто журналистские материалы, это, конечно, большое политическое событие для мирового сообщества, да, как они себе это представляют. Поэтому именно такая вот акция из четырех разных медиа, и она будет продолжена. И в «Нью-Йоркере» уже, мы видели, вышла обложка с лицом Алексея. Правда, он там не очень похож, на мой взгляд, правда, но это уже как бы дело, так сказать, художника, там, работы художника. Это политическая работа, потому что все медиа мира объединяются сейчас вокруг этого текста. И это абсолютно точно, в некотором смысле, такое, знаете, подхватывание эстафеты, да, это продолжение работы. То есть все медиа мира говорят, мы не просто продолжим публиковать, мы продолжим работать в этом же направлении, да. Ну, в данном случае, не только, конечно, про ситуацию в тюрьмах, но в целом связано с той жуткой катастрофой, которая, там, до сих пор в России не называется войной, хотя войной, безусловно, является для всех, это все давно понятно, и для той ситуации, которая, собственно, складывается не на линии фронта, и внутри страны, внутри страны тоже проходит фронт. Кстати говоря, я понимаю, почему специальная военная операция, да, это действительно, у войны просто есть фронт внешний, вот я к этому так отношусь, в принципе. Войны, фронт внешний, где идут бои, в огромном количестве, Россия скрывает данные погибших, своих же, естественно, да, до сих пор мы это знаем, в огромных количествах погибают люди каждый день, но есть фронт внутренний, фронт внутренний, который держат спецслужбы, которые перегруппируют силы на, так скажем, там, рынке внутреннем, переделывают бизнес, перестраивают там какие-то свои зоны влияния, задушенная оппозиция, кто-то убит, кто-то обменен, кто-то до сих пор сидит. У меня сидит, например, вот в Сибири, очень хороший товарищ, журналист, наш коллега Миша Афанасьев, который написал статью в свое время, это был март 22-го года, он написал статью про нескольких сотрудников СОБРа Хакасии, которые отказались идти на фронт. Они работают. Сидит журналист Афанасьев. Он, собственно, консистент новой газеты в Абакане, в Хакасии. То есть оппозиция разгромлена, огромное количество людей в тюрьмах. Мы видим, благодаря вашей огромной работе, благодаря тому тексту, который будет публиковаться, безусловно, во всем мире теперь. Просто мы даже сейчас недооцениваем масштаб. Это дальше разойдется по всем странам. То есть, например, та же публикация «Эль Паис», она тут же выходит в Гондурасе, в Аргентине, в Венесуэле, в Колумбии, в Мексике. То есть весь мир уже об этом читает. Но картина вот такая. Вот Россия предстает в таком виде. И это не точно совершенно понятно, что будут обвинять СМИ или будут обвинять политическую оппозицию во всем этом. Но эту катастрофу устроили не мы точно. И то, что происходит сегодня в колониях, я не знаю, насколько эта книга, я здесь с вами хотел советоваться, как со специалистом по этой теме, насколько эта книга поможет тем заключенным, которых пытают той же швабр и продолжают это делать дальше. Как вы считаете? Спасибо за этот вопрос. И в целом, да, еще раз хотел поблагодарить вас за то, что обратили внимание и перевели. Я знаю, что вы читаете по-испански, и, соответственно, вы, наверное, один из первых, кто обратил внимание именно на эту публикацию, потому что по анонсированию книги, которая будет называться «Патриот», вот это вот посмертное издание книги Алексея Анатольевича Навального, именно в Эль-Паис обратили внимание на вот эту вот часть, касающуюся организованной системы пыток и причастности к этому центральных аппаратов ФСБ и ФСИН. Вот, но если мы говорим про изменения, я чуть раньше вот этот вопрос перенесу. Я могу так сказать, что если бы Алексей Навальный не вернулся в Россию в 2021 году, и если бы в январе 2021 года, и если бы его, как самого известного оппонента, конкурента, критика диктатора Путина не было бы в тюрьме, я точно знаю, что такого бы масштабного эффекта от архива Сергея Савельева и от последующих наших публикаций с разоблачением пыток не только в Саратовской ОТБ-1, но и в Красноярской ОТБ-1, и в Иркутских СИЗО, этого бы не было. То есть, при том, что в России, скажем так, основная масса заключенных, ну, мягко говоря, наверное, с недоверием там относилась и относится к оппозиции, так же, как и большая часть основного населения, к сожалению, потому что люди в основном оглуплены пропагандой, люди смотрят какие-то вот эти вот фейковые передачи, когда на людей ставят какие-то лейблы, там, мошенник или агент ЦРУ, или агент Госдепа и так далее, и все равно это работает. Но как бы основной массе заключенных или бывшим заключенным, или самым простым людям, которые так или иначе смотрят пропаганду, не думалось. Даже вот в этом эффекте, когда все мировые СМИ писали об архиве Сергея Савельева и о страшном пыточном конвейере в Саратовской ОТБ-1, в первую очередь, это заслуга, конечно же, самого Савельева, который это вынес и с риском для жизни привез в Европу. Но не меньшая заслуга в этом и Алексея Анатольевича Навального, потому что именно его судьба там, не знаю, мультиплицировала, привлекла внимание, кратно увеличила внимание мировой прессы к тюрьмам. Потому что в тюрьмах в России, ну, по сути дела, вот сколько я знаю тюремную систему, пытали всегда. И всегда там были и касты униженных, и система изнасилования, и оперативная работа. Но именно в 21-м году вот сошлись, вот так сошлись звезды. И главный политзаключенный находился там, и это привлекало внимание, конечно же, к Навальному. И все происходящее в тюремной системе сразу попадало в отдел международной прессы, которая следила за событиями в России. И, соответственно, дальше, конечно, вот эта стопроцентная фактура, которую Сергей вывез, она тоже, конечно же, сделала очень важный, это очень важный пазл для нашего расследования. И последующие, вот, собственно говоря, там еще целый ряд были людей, и бывших сотрудников, и действующих сотрудников, и заключенных, которые так или иначе нам какую-то информацию передавали, в том числе, кстати говоря, про уже события, развивающиеся вокруг самого Алексея Навального в колонии номер 6 УФСИН по Владимирской области. Поэтому, вот это издание этой книги, эта огласка, это, конечно же, продолжение, разоблачение, по сути дела, этой бесчеловечной системы, и, как я убежден, международных преступлений. Потому что сегодня в Международном уголовном суде и в независимой комиссии он, конечно же, помогая Украине и Офису Генерального прокурора Украины, расследует в том числе систематические пытки в отношении украинцев. И это абсолютно правильно, это нужно делать, потому что это огромная боль, и в том числе для нас, и огромная беда. Но расследовать пытки в отношении украинцев, и в том числе системы изнасилований, без разоблачения в полном объеме вот этой самой системы, которая была еще создана до начала войны, конечно же, все это необходимо изучать. И здесь очень правильно и в книге написано, и в Эль Паис, и в вашем репосте в канале Бедный Рюрик, это, конечно же, в первую очередь роль ФСБ. Это та система, которая всегда стояла за кадром, но которая управляла тюремной системой. Потому что, когда в 90-е Россию принимали в международное сообщество, когда Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, начала отправлять своих представителей в Европейский суд по правам человека и так далее, в тот самый момент под определенным давлением Запада и, в первую очередь, конечно, Европы, Россия вывела тюремную систему из подчинения МВД, вот этот ГУИН МВД, и передала подразделение Минюста, рассказав международному сообществу, что все хорошо. Мы отделили следствие и тюрьму, МВД отдельно, ВСИН отдельно, но теперь будет система налаживаться. И очень многие в это поверили, купились, успокоились и пошли бравурные отчеты на протяжении двух десятилетий, как Россия идет в сторону цивилизации, как права человека соблюдаются, как система улучшается. Некоторые мои коллеги по цеху, я не могу их назвать моими близкими коллегами, но те, которые в России себя там называли и называют правозащитниками, даже они, выступая на различных форумах, симпозиумах, конференциях, они отмечали некие позитивные сдвиги. Хотя, например, я, находясь в застенках с седьмого по одиннадцатый год по заказному делу, я видел все это поганое нутро ГУЛАГу изнутри, и когда мне доводилось в моменты, когда меня не сильно прессовали и не помещали в спецблоки, читать, в том числе, читать Солженицына, я очень многое, я проводил параллели между архипелагом ГУЛАГом и вот этим ГУЛАГом 21 века, и для меня лично основная цель была проекта ГУЛАГу нет, наверное, в первую очередь просто рассказать миру, что то, что вы думаете, это позорная история СССР 30-х, 40-х годов прошлого века, ничего подобного, это все здесь и сейчас, а дальше уже нужно с этим что-то думать, собственно говоря, идея была создания проекта ГУЛАГу нет, как мы против ГУЛАГа, который до сих пор существует. В России нас очень многие критиковали, да, когда мы работали и пытались сделать что-то эволюционным путем в России, сейчас тоже критикуют, когда мы уже 9 лет во Франции, вот, ну, в общем, да, я сейчас берет, забегаю. Здесь, вы знаете, я бы сказал, Волод, что на самом деле вот ту работу, которую делаете вы и ваша команда, ее просто не делает никто, в таком объеме, в таком масштабе, в котором вам удалось представить стране и вообще миру, да, систему пыточного лагеря, сформировавшегося в России сегодня, такой работе не делает никто, поэтому я бы считал, что, наверное, эта критика отчасти вызвана у кого-то завистью, у кого-то просто какими-то политическими амбициями, но самое главное, что вы абсолютно верно сказали, вот была эта реформа, да, была реформа тюрем, когда сначала система, я помню то время, когда колонии и лагеря были в системе еще МВД, и я много объехал колоний, когда работал совершенно секретно, в частности, я был в колонии, вот Алексей погиб в колонии Полярный Волок, а рядом же Полярная Сова, где сидят по жизни, за приговоренных по жизни к заключению, и там один парень, я его никогда не видел, он написал книгу, которую он писал шариковой ручкой, писал в течение трех лет ночью на диване, на шконке, собственно говоря, ну, простите, уж если прямым текстом, писал эту книгу, чтобы рассказать о тех пытках, которые он перенес в Братске, в Иркутске, в Красноярске, то есть во всех колониях, где его этапировали до того, чтобы доставить в Полярную Саул, там есть страшные кадры, которые, вот на самом деле, вот этот образ, мне кажется, очень важно привести, то есть, когда его пытают током, делают небольшую паузу, перерыв на обед, заходит женщина, которая убирает помещение, говорит, сыночки, можно я здесь пол помою, начинает мыть пол, просто стирая кровь, да, они говорят, да, конечно, а как у вас дела, как дома, как сын, как внуки, там, она говорит, да, все нормально, вчера вот молоко им купила, там, у нас там котята родились, то есть обычная жизнь идет, в течение 20 минут, которые просто называются условно обеденным перерывом, она выходит, дверь закрывается, дальше начинает продолжаться пытки током, это какое-то абсолютно, мы живем в ней, но мы сейчас не живем, но мы часть все равно российского общества, да, это абсолютно бесчеловечное государство, вот то, что мы увидели благодаря той работе, которая сделана проектом Главу.нет, благодаря тем текстам, которые опубликованы и будут опубликованы за подпись Алексея Навального, погибшего в этой тюремной системе, мы видим, что государство потеряло человеческое лицо, это страшная совершенно катастрофа, то есть, да, война, да, коррупция, коррупция в России, ну, это даже не последние 20 лет, 25 лет путинских, да, это там несколько веков, но мы сейчас видим, что у государства вообще не осталось ничего человеческого, и поэтому я боюсь, что даже публикация таких материалов, как вот сейчас вышли за рубежом, они могут, они не могут изменить систему в целом, они не могут кардинально ее поменять, все скажут, так, да, точно, мы не знали, что мы преступники, они скажут, да, мы не что, мы теперь не будем пытать, вот я, к сожалению, думаю, что вот эта система не изменится, пока она не рухнет, но страна, воюющая страна, которая в пекло этой войны бросила тысячи в жизни молодых ребят, сотни тысяч уже, включая раненых, бросила в это пекло войны этих заключенных, которые, к сожалению, с переломанными судьбами сейчас возвращаются, мы видим, домой и начинают убивать дальше, потом они опять уезжают на войну, это какой-то замкнутый круг, страна, вот как птица-тройка с губенцами несется в катастрофу, это Гоголь писал там, в бездну просто, Гоголь писал, помните, птица-тройка, куда несешься, ты да, ответ не дает ответа, а Николай Васильевич Гоголь не дожил до наших дней, ответ понятен, страна несется в пропасть, потому что абсолютно никаких, никаких нет общественных институтов, в которых вы в свое время, кстати, работали, они тогда еще были, была попытка, была надежда, была не иллюзия, была надежда, абсолютно логичная, абсолютно правильная была работа, сделана, создать общественные институты, хоть какого-то диалога с обществом, с людьми, не только тюрьмы, на воле тоже люди живут не очень-то, сейчас мы понимаем, и вся вот эта вот система обрушена, обрушена система языка, просто государственного, государство не умеет разговаривать с людьми, почему я вспомнил про колонию «Полярная сова», откуда вот этот вот парень прислал мне эту рукопись, там была одна важная просьба, дописанная в конце, тоже шариковой ручкой, которую он писал, просьба отправить книгу вам, именно вам, Владимир, эту книгу он просил отправить, и я понимаю, что я никогда не видел этого человека, я понимаю, что он не ангел, он преступник, он совершил преступление, за которое будет сидеть в тюрьме, но просил он книгу отправить вам, это подчеркивает ту работу, ту значимость и масштаб работы, которая была вами сделана, и когда периодически там в каких-то колониях, кто-то откуда-то там приходит, какие-то документы, они, конечно, всегда все просят передать именно вашу, я даже не скажу правозащитную организацию, вашу политическую структуру, потому что книга Навального не должна быть точкой, это очень важно, это важная запятая, причем запятая такая сделанная в международном огромном масштабе, но дальше эта работа должна вестись, конечно, потому что люди смотрят с надеждой на тех людей, которые, во-первых, готовы говорить правду, могут говорить правду, и когда вы говорите, что ваши коллеги работают с угрозой для жизни, вы тоже работаете с угрозой для жизни, я это прекрасно понимаю, все это понимают, но вот кто на это готов, к тем и есть доверие, доверие сегодня, как мне кажется, я все-таки вот до апреля этого года был в России, я чувствую самое главное, вот доверие потеряно вообще, никто не доверяет ни государству, государство не доверяет людям, и в общем презрительно к ним относятся, потому что вот эти какие-то подачки, там 10 тысяч рублей каким-то там беженцам из Курской области, которые до них даже не дошли, это ничем как пренебрежение, больше нельзя назвать, потеряно, в итоге теряется доверие горизонтальное, между людьми тоже никто, все сидят, разговаривают там в кафе, в каких-то ресторанах, мы говорим о том, что да, в Москве и в Санкт-Петербурге много людей по-прежнему в ресторанах сидит, да, но там в основном, может быть, там сидят как раз сотрудники прокуратуры, а со соседним столиком сотрудники там УВД по ЮЗАО какого-нибудь, ЮГО-Западного округа Москвы, и все разговаривают шепотом, потому что все понимают, что друг друга все слушают, никто никому не верит. В этом смысле очень важно сохранение тех центров доверия, тех центров важной информационной работы, которую делают люди, говорящие сегодня правду. Книга Алексея, да, мы начали с того, что это политическое действие, политически важный шаг, действительно так, но я спросил своих коллег и в Эль-Паис, и я буду еще разговаривать на следующей неделе, у нас продолжается очень интересное, кстати, совместное расследование про журналиста Гонзалеса, который вообще-то фамилия Рубцов, который вот обменяли не так давно в ходе международного обмена, который работал, инициативно, я так понимаю, в большей степени работал на российские службы, в том числе и в Испании, хотя он работал и в Польше, и в Грузии и так далее. И у нас с коллегами контакт есть, и я буду с ними разговаривать, я уже их спрашивал, вы дальше-то будете продолжать эту тему? Вот для вас это важно? Или это просто такой вот большая международная журналистская акция? Они говорят, нет, очень важно, потому что у нас сейчас открываются глаза. Мы не думали, что все так страшно. То есть мы понимаем, что есть политический режим, который уничтожил последовательно разными методами оппозицию и инакомыслия в стране, но мы не думали, что вот настолько расчеловечена просто сама система, что система насилует, буквально насилует граждан, не только там, ну в тюрьме можно шваброй, а на улице можно кувалдой. Помните, Пригожинскую кувалду? Я вот, когда я ее вспоминаю, все время думаю о том, что они же кувалду убили своего. Они же не чужого убили. Да, у них там был какой-то элемент предательства, или что-то там он запил, или что-то он там совершил на фронте, но они кувалдой убили своего. Эта кувалда не обязательно, об этом написаны сотни книг, там и Хемингуэй об этом писал, мы читали, и Ремарк об этом писал. Кувалда на войне обязательно возвращается домой в тыл. Обязательно эта кувалда, это оружие стреляет в тылу, стреляет по мирным гражданам, стреляет в быту, когда там кто-то просто напишусь, убивает ножом, потому что можно, потому что нет уже законов, нет никаких границ. Мы живем абсолютно в понятийном обществе, где государство намеренно стерло закон, намеренно уничтожило какие-то институты диалога с обществом, намеренно создав при этом декорации, но есть какие-то советы, условно говоря, я прекрасно помню в той же колонии, например, в Мордовии, нет, в Вологде, в Вологде есть колония для пожизненного заключения, приговорена к пожизненному заключению, она находится на острове, остров Огненный, там Шукшин снимал первые кадры фильма «Красная калина», он по мостику выходит из этой колонии, это первые кадры фильма, а мостик этот, в фильме этого не показано, мостик идет на остров Огненный и остров Сладкий, вот мостик идет на остров Сладкий, который также отрезан от большой земли, вокруг болота, Вологодские, там живут сотрудники правоохранительных органов, они тоже приговорены пожизненно, по большому счету, потому что никаких других рабочих мест у них нет, и мне тогда вот замначальника колонии, Михаил Михайлович, по-моему, да, Михаил Михайлович его звали, это было достаточно давно, он говорит, у меня два сына растут, я говорю, какие, что вы им, вот хотите пожелать, чтобы они кем выросли, он говорит, мне желать-то нечего, вот колония, вот мостик, вот я по нему каждое утро туда иду, и они будут каждое утро туда же, дальше, когда вырастут, пойдут работать, это замкнутый круг, они тоже пожизненно приговорены, и они живут тоже в этом мире в каком-то совершенно демоническом, это просто, это хоррор такой сплошной, и нет, но при этом приезжают красивые комиссии из Москвы, например, да, когда приезжает комиссия, привозят там, вот я попал, мы когда там работали, приехала комиссия из Москвы, тогда уже Минюста, и они вместе пошли, значит, смотреть по камерам, и мы идем рядом с представителем этой комиссии по коридору тюремному, и начальник колонии говорит, вы знаете, а мы вот специально очень хорошего повара даже привезли, для наших заключенных, чтобы он их кормил, я думаю, ничего себе, повара привезли, ну молодцы какие, и комиссия говорит, да, отлично, вот поваров привозят, я его спрашиваю, а как ты сюда попал-то, повара, он говорит, ну как, канаю я по бану, секунду мутный полоскает, канаю я к нему, грибу лопату, и уплываю мутными дрожами, я сейчас на человеческий язык, если литературный, да, простите меня, перевести, я просто почему, я просто запомнил, я настолько был шокирован, Володя, я запомнил эту фразу, он коротко рассказал, за что он сидит, ну какой повар, да, то есть это все вот декорация, мы сейчас для заключенных, здесь в красном уголке, повесим, значит, ну они повесят максимум портрет Путина, это они и так повесят, и так, у них везде, он и дома, наверное, у них висит, ничего для людей, а это же отчасти зеркало они и в мирной жизни ничего не делают для людей, они вон на кладбищах, я не так давно об этом писал, вешают, вешают такой, это просто название нового национального проекта, такие объявления, враг не должен знать, значит, не ставьте флаги на могилы бойцов, которых вы хороните, и очень важная фраза, хорони своих тихо, я запомнил вот эту фразу, хорони своих тихо, это просто название нацпроекта, страна уничтожает, насилует собственное население, и требует, чтобы это происходило тихо, вот, я, может быть, слишком эмоционально сейчас говорю, но тема-то очень важная, на самом деле, мало кто, мы понимаем, что, ну вот работает новая газета, мои друзья и коллеги, там, Дима Муратов, которого я знаю 30 лет, с момента, там, первый раз ездили, по-моему, в декабре 93-го, штурм Грозного, больше 30 лет, там, Сережа Соколов, главный редактор, работает, им очень сложно, там осталось 12 человек, им очень сложно, вокруг газета уже запрещена, и открыть невозможно ссылку, там ничего не открывается, но какие-то попытки, этот мост все равно надо держать, и мы должны вот этот мост держать, и мне кажется, что именно та работа, которая делается сегодня, там, в вашем проекте, в вашей тематике, и, в том числе, это, кстати говоря, вы просто оставили это за скобками, но, если вы позволите, я добавлю, еще и вывоз людей, огромное количество людей, которых вы спасли, и от гибели, и от фронта, и от совершения преступлений, потенциально, эта работа, конечно, должна быть продолжена обязательно, почему я вот начал с этой запятой, книга Навального, это запятая, Алексей Навальный, к сожалению, больше ничего не напишет, Алексей Навальный больше ничего не скажет, но может ли книга изменить систему, не уверен, но та работа, которая будет дальше вестись и в информационном поле, и в поле международного сотрудничества, почему еще важно, потому что Эль Баис, Шпигель, все продолжат, и нам надо держаться всем вместе, чтобы выстраивать такие вот именно горизонтальные связи, чтобы открывать людям глаза, то есть даже журналисты, пишущие о России, не очень представляли себе, как мы видим, до публикации каких-то материалов, что реально картинка, именно такая, поэтому нет, я считаю, что все нормально, все в порядке, там на каких-то людей, которые вам завидуют, ну можно закрыть глаза, я думаю, надо это перетерпеть, пережить, но самое главное, что у меня есть надежда на то, что ситуация изменится кардинально, система убивает не только людей, она убивает саму себя, она не жизнеспособна в таком виде, да, может быть длинный такой, вот Кирилл Рогов, не так давно мы были на конференции в Черногории, Кирилл Рогов, политолог, он работает в Вене, он говорит о длинном периоде военного путинизма, то есть перестройке экономики на переводы на военные рельсы, появление новых политических фигур, в том числе, например, нового министра обороны Белоусова, которого многие начинают, кстати говоря, в Москве уже расценивать как возможного преемника, потому что, в принципе, ну фигура интересная, к ней надо обязательно присмотреться, но тем не менее, да, вот какой-то период времени страна может перестроиться экономически, перестроить нам, но к власти, это очень важно, к власти нет доверия у людей, они, вот лишь бы это государство было от нас подальше, мы как-нибудь, где-нибудь в Сибири, кстати говоря, вот мне ребята вчера я разговаривал, два часа с разными сибирскими городами, они говорят, ну вот да, это катастрофа, мы понимаем, что это катастрофа, слава богу, мы далеко от Москвы, но когда люди в, там допустим, в Красноярске, ну Новосибирске, когда в столице Сибири, как они иногда себя называют, когда в Новосибирске говорят, слава богу, что мы далеко от Москвы, это для страны звучит очень тревожно, да, то есть это вообще, они отдельно, как бы мы Сибирь, а на Дальнем Востоке говорят, мы Дальний Восток, а знаете, мне недавно рассказал товарищ, ездил он в Калининград, это вообще, ну Анклав, как мы помним, да, и они там, ребята, ну там люди живущие, они говорят, не у вас, не у вас в Москве, как раньше говорили, у вас там в Москве, там то-то, то-то, да, они говорят, у вас в России пад, растут цены, или там растет смертность, да, снижается рождаемость, падает, у вас в России, говорят сегодня, люди в Калининградской области, есть огромный риск, есть огромный риск, вот не распада страны на части, да, но потери вообще каких-то, каких-либо связей, в том числе и человеческих, гуманитарных, в этом смысле, тут большая задача у культуры, конечно, хотя мало кто, в общем, остался в России сегодня работать, но тем не менее, вот как-то связывать еще нацию воедино, но основное, о чем все говорят, и говорят за это даже не спасибо, потому что спасибо не совсем то слово, они говорят, вы правильно делаете, потому что самое главное сейчас говорить правду, меня знаете, что еще удивило, Навальный же, по-моему, пишет об этом, в каких-то из эпизодов, или фрагменты эти будут опубликованы, я что-то видел уже на эту тему, ему в качестве такой пытки включали эфира Соловьева, где-то попадалась нам эта информация, по-моему, да, ему в качестве пытки включали эфира Соловьева, то есть, тюремщики сами считают это пыткой, они же ему включают это, чтобы его помочь, и сами понимают, что это слушать нормальный человек не будет никогда, потому что это истерика, ложь, которая исключительно за деньги, значит, какой-то там чушь этот клоун несет, они даже сами понимают, что это пытка, вся страна превращается в какую-то декорацию, вот что страшно, декоративные институты, декоративные какие-то общественные советы, все делают вид, что они там работают, создают какие-то рабочие группы, сейчас вот речь шла о том, что не хватает России кладбищ, вот проблема, да, в Госдуме создают рабочую группу, чтобы расширять кладбище и привлекать частных инвесторов, то есть превратить это вообще в какой-то новый проект, модернизации страны, что ли, я не знаю, привлекать деньги инвесторов для кладбищ, остановите войну, ребята, и проще все будет, все кладбища переполнены, я был в Брянской области, там кошмар, там приходит военный оркестр утром, я подошел с ними поговорить, приходит военный оркестр, я говорю, вы как, вот вы приехали, вы на похороны, они говорят, да, мы приехали хоронить, я говорю, вы вот кого-то конкретного, они говорят, нет, у нас посменная работа, то есть военный оркестр приезжает утром, и он знает, они знают, что будут похороны в течение всего дня, они будут хоронить там до вечера, я уж сейчас не говорю, это просто страшно сказать, что происходит на Украине, мы понимаем, да, что там не до оркестров, ребята, и все это еще в Москве называют до сих пор периодически мы освобождаем братский народ, им надо всем, во-первых, остановиться, а во-вторых, им надо всем уходить, убегать, уходить, бросать вещи, бросать свои виллы, бросать щита, любовниц, жен, собак, кошек, попугаев, кого они там наворовали за все это время, потому что дальше будет очень плохо, не только им, в стране будет плохо, к сожалению, вот эта вот банда, вот в Черногории, я упоминал конференцию в Черногории, там был замечательный писатель Михаил Шишкин, Шишкин переводится на 20 языков, он работает в Швейцарии, он пишет на русском, последнюю книгу он написал на немецком, она переводится на 20 языков мира, кстати, у Алексея Навального книга будет переведена на 26 языков, мы представляем, да, но это все, это охват всей планеты, так вот Шишкин переводит, его книга переведена на 20 языков, он говорит, что народ не убить, культуру не уничтожить, Россия все равно будет, да, это вот такой жуткий, совершенно катастрофический период, мы сейчас словом можем сделать, к сожалению, да, ну больше мы вряд ли чем-то можем сделать там что-то еще, но словом мы можем сделать больше, чем, допустим, в семнадцатом году, когда был там какая-то катастрофа очередная, да, то есть сейчас значение слова даже выросло, то есть несмотря на цензуру, они не могут все это запретить, они не могут запретить, потому что ни слова, ни правду, они могут запретить газету, ссылку, закрыть что-нибудь там за Роскомнадзором, признать нежелательной организацией ГУЛАГУНЕТ или там иноагентом лично вас, но они не могут запретить вам говорить и думать, и вот это самое главное, поэтому в принципе у меня оптимизм есть, и когда я прочитал отрывки книги Алексея, я понимаю, что этот оптимизм у меня даже удвоился, потому что не то, чтобы я там узнал что-то новое, но это потому, что на самом деле я вас давно смотрю там и читаю, я все эти, в общем, представляю эту картину, я что-то видел сам, но я вижу, что люди начинают открывать глаза, открываться глаза не только у русскоязычного населения или у населения Украины, естественно, там всем все понятно, я говорю о том, что мир начинает везеть больше, это очень важно. Вот если позволите, я сейчас, там буквально, там Медуза сегодня с утра это выпустила, по сути дела, повторяя информацию, которую вы пару дней назад разместили, разместили. Ну, просто, я думаю, что нашим подписчикам и зрителям будет интересно. 12 октября The New Yorker Der Spiegel El País и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Алексея Навального под названием «Патриот». Я, собственно говоря, сейчас зачитаю и потом обсудим изначально название книги, как вы это название оцениваете, которые он написал, которые он писал несколько последних лет своей жизни. Дневники Навальный начал вести после отравления новичком в 2020 году, когда лечился в Германии и продолжил уже в заключении в России. После смерти Навального его жена Юля рассказала, что Алексей писал книгу и анонсировала ее выход 22 октября, вот как раз буквально там чуть более чем через одну неделю. После смерти Навального издает американское издательство «Кнопф». Книга будет опубликована в США первым тиражом в полмиллиона экземпляров. На русском языке она появится в тот же день. На книгу можно оформить предзаказ, но доставка в Россию и Беларусь пока не планируется. Мемуары самого Навального начинаются с января 2021 года, то есть с момента прилета и ареста. Политик уже прилетел в Россию из Германии после отравления новичком и был задержан на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево. И дальше, если позволите, там несколько минут я прямую цитату зачитаю. «Меня отвезли к психологу. Размер комнаты 4 на 8 метров», это пишет Навальный. «Внутри стоит стол с 8 стульями, все прикручены к полу, а в нише, вмонтированной в стену, стоит массивное зеркало, создающее впечатление съемочной площадки. За зеркалом, вероятно, стоят люди, наблюдающие за мной в этот момент». Через 5 минут вошел майор в камуфляже и поставил на стол видеокамеру. Две уже висели на потолке. «Здравствуйте», говорит, «садитесь». «Садитесь», повторил он, «я психолог, нам нужно поговорить». И протянул мне сложную анкету для заполнения. Я спросил его имя и пожаловался, что мне никто не представляется лично. «Всегда товарищ майор или товарищ подполковник». «Зовите меня товарищ психолог», предложил он. Я чуть не засмеялся снова, но проглотил смешок, потому что понял, что он говорит серьезно. В колонии Навальный начал жаловаться на боли в спине и онемение части ноги. 31 марта 2021 года политик объявил голодовку и потребовал допустить к нему врачей. Все становится еще более абсурдным. Я иду на кухню, чтобы набрать воды и обнаруживаю, что они установили электрическую плиту, а сегодняшний Дневальный стоит там с радостным видом и жарит курицу, которая затем делит на всех в блоке. Я рад сказать, что мой дух не поддался жареной курице. То есть у человека голодовка и они специально к нему приносят то, что запрещено, электрическую маленькую плитку и начинают на ней готовить, что вот этот аромат курицы, чеснока, лука и так далее. После курицы они начали жарить хлеб, специально оставив дверь на кухню открытой. С хлебом сложнее, это моя слабость. Запах действительно привлекает меня, однако я просто сосредоточил на нем свое внимание и пошел дальше. Они думают, что запах еды заставит меня отказаться от голодовки. 10 апреля 21 года в общей камере к Навальному подсадили двух шпионов перепуганного старика из Пскова, сидящего за взятку и мужчину из Владимира, получившего срок за нанесение тяжких телесных повреждений в пьяном виде. Я подхожу к окну на другом конце комнаты. Они тоже меняют сторону комнаты. Я разворачиваюсь и иду обратно. Они мгновения колеблются, но затем следуют за мной. Я иду в туалет. Через 20 секунд они тоже заходят умыться. Я решаю зайти в туалет три раза с интервалом в одну минуту, они следуют за мной каждый раз. В третий раз я смеюсь и говорю, да, ребята, вы не очень хорошие шпионы. 11 апреля 21 года. В дневнике Навальный признался, что голодовка все же начала сказываться на состоянии, в первую очередь на моральном. Вчера у меня было отличное настроение и весь день удивлялся тому, сколько у меня энергии. Я чувствовал себя прекрасно. Сколько я могу обходиться без еды. Но сегодня я чувствую себя подавленным. Мы пошли в баню. Я едва смог выдержать горячий душ. Мои ноги подкашивались. Сейчас вечер и у меня совсем нет сил. Все, что я сейчас хочу сделать, это лечь. И впервые я чувствую себя эмоционально и морально подавленным. Спустя полгода, 21 октября 21 года. В этот день Навальный отметил, что выпал первый снег и он решил, что это знак, что ему пора снова начинать писать. Во-первых, потому что я действительно хочу ее написать, книгу. Это была моя идея и мне есть, что сказать. Во-вторых, мои агенты мягко и вежливо, с искренним сочувствием к моей ситуации, зная мои обстоятельства, все чаще напоминают мне об этом. Ну и дальше там в общем можете, кто не читал, можете зайти в телеграм-канал Медузы в их раком или в инстаграм прочитать. Ну и наверное логичнее всего дождаться 22 октября и заказать эту книгу, потому что Навальный понимал, что скорее всего она будет издана посмертно и что в случае чего эта книга станет памятником ему и позволит в том числе, он думал о своей семье, что какие-то там авансы и гонорары помогут его семье в случае его смерти. То есть он отчетливо понимал все риски для себя и действовал рационально, стараясь все задокументировать происходящее с ним. Я, конечно же, там 22-23 октября, как только появится возможность, сам закажу эту книгу. Ну и соответственно всех, кто сейчас смотрит или будет смотреть потом в последующем это видео тоже призову купить эту книгу. Во-первых, чтобы иметь в руках свидетельство Алексея Анатольевича Навального о ГУЛАГе 21 века и о событиях, которые происходили вместе с ним, потому что это очень важно. Ну а во-вторых, потому что это в любом случае такая какая-то маленькая лепта во вклад в поддержку тех журналистов и тех издателей, кто взялся за это и в поддержку семьи Алексея Анатольевича Навального в память о нем. Мне кажется, это важно. Наверное, у нас очень много тем, которые хочется с вами обсудить, Андрей, и я в любом случае, конечно, вас приглашаю, чтобы вы возвращались на канал ГУЛАГу.нет. Я надеюсь, что если у вас время будет позволять, это станет хорошей, доброй традицией, интересное, обсуждение интересных событий с Андреем Коритином, потому что еще раз, да, я и вся наша команда к вам с большим уважением относимся. Напоследок, наверное, хотел задать такой личный вопрос, именно личный по отношению к нам, к нашей команде, потому что последние, честно скажу, последние полтора-два месяца на нас очень сильно повлияли. Мы всегда все время, вне зависимости от критики, от каких-то публикаций против нас, мы в целом ощущали себя частью вот чего-то такого большого, какой-то общности, которая понимает суть режима Путина, которая пытается все эти бесчеловечные методы разоблачить, максимально все это задокументировать для будущих международных трибуналов и судов. И я осторожно надеюсь и для суда, справедливого суда на национальном уровне внутри России после депутинизации. И мы себя как-то считали, мы конечно не политики и не оппозиционеры, мы не будем как-то громко себя называть кем-то, но какую-то лепту, какую-то часть, какой-то свой взнос мы делали вклад, понимая, что мы может быть не конечное какое-то решение, но мы какая-то одна из ступенек, по которым России и россиянам нужно пройти вперед для того, чтобы осознать, что на самом деле происходит, остановиться и начать глобальное реформирование государства, как остановить этот комбайн или там танк смерти. Но последние полтора-два месяца они, ну я признаюсь честно, они деморализовали очень многих из нас, потому что мы не ожидали, то есть мы ожидали откуда угодно удара, мы были готовы к приезду киллеров, пару попыток меня убить, к счастью, были блокированы на территории Европы, и я, и не только я, из нашей команды оказались под государственной защитой, и в целом, наверное, мы продолжаем свою работу и свою миссию, но во многом благодаря тому, что нас физически охраняют, иначе нас уничтожили, и мы были готовы к ударам пропаганды, то есть когда в нашей родной стране, то есть ужасно это озвучивать, но мы привыкли, что в нашей родной стране нас поливают дерьмом, например, когда мы получили доступ к архивам системы ФСИН за последние несколько лет, мы узнали, что всем нашим обращениям и заявлениям изначально присваивался особый статус, все мои заявления сначала попадали на стол начальнику главного оперативного управления ФСИН России, нам сразу изначально и этому обращению присваивалась квалификация как обращению от лица ведущего деструктивную деятельность, то есть то, что мы хотим разрушить ГУЛАГ 21 века и реформировать, превратить его в тот ФСИН, который прописан на бумаге, согласно прописанному на бумаге в Конституции Российской Федерации, все-таки это демократическое государство и тюрьма не должна дорабатывать за следствие, нам изначально ставили лейбл деструктивные элементы и изначально все, кто получали наше обращение спускаясь вниз, они видели приписку от генерала-лейтенанта начальника главного первоуправления ФСИН, значит, минимизировать объем получаемого ответа, то есть, грубо говоря, сокращайте все до трех строчек, ничего не подтвердилось, там, все в мусор пошло, потому что мы враги народа, да, мы привыкли к тому, что нас называют там, иностранными агентами, хотя, ну, вообще, глупо подумать, что кому-то, кроме самих россиян, хочется серьезно исправить ситуацию внутри России, как бы, да, всем, всем остальным хочется себя обезопасить от этой опасной России, вот, все-таки спасение утопающих, это дело самих утопающих, а не всего остального мира, тем более, там, по ту сторону Атлантического океана, вот, мы привыкли к тому, что рос пропаганда, да, особенно, вот, мне запомнилось июль или август 2021 года выходит, по-моему, на РЕН-ТВ программа с тем, чтобы полить меня грязью, там, фотография меня на фоне маяка биорийца, вот, то есть, проведена очень серьезная расследовательская взят мой фейсбук, мои фотографии из биорийца и наложен, как бы, текст про пропагандистов, который говорит, все, он там на пляже уже, там, несколько лет, там, серфит, роскошно живет, непонятно, за чей счет, все, уже гулагу нет, не существует, всерьез ее воспринимать не нужно, то есть, мы настолько были несерьезны, что нужно было всем россиянам объяснить нашу несерьезность и несостоятельность через один из федеральных каналов, ну, через три месяца мы показали, там, через два месяца мы показали архив пыток и об этом писала вся мировая пресса. То есть, мы привыкли, как бы, держать удар, когда, то есть, мы понимали, где наши враги, где наши оппоненты, там, в высоких кабинетах ФСИН, ФСБ, Кремля, те люди, которые считают, что пытать людей можно, если нужно, можно их насиловать, можно их вербовать, можно их убивать, если они отказываются вербоваться или хотят разоблачить и так далее. Но последние несколько месяцев мы увидели, как те молодые ребята, которые росли, в том числе, при нашей поддержке, где-то мы делали их репосты, где-то кому-то мы донатили, где-то кому-то мы помогали, кому-то явно, а кому-то, ну, по сути дела, стараясь, чтобы наша помощь сильно не замечалась, потому что мы это, как бы, делали, ну, не для сама пиара, а в помощь общему какому-то большому делу. И тут вот, когда вот эта вот война началась между, там, Ходорковским и Невзвинным с одной стороны, ФБК с другой стороны, информационная, конечно, война, вот, тут, когда мы попытались всех призывать сделать шаг назад, не поддаваться на очевидную эту разводку ФСБ, когда, ну, возможно, какие-то там были между ними конфликты, но кто-то просто взял и в эту бочку там с бензином бросил не просто окурок, огромный факел и после этого туда постоянно подливал топливо, чтобы на протяжении более месяца мы видели это такое взаимоистребление российской оппозиции. И когда мы поняли, что на самом деле вот мы оказались в ситуации, когда непонятно, куда плыть, с кем быть, то есть, да, мы твердо стоим на земле, нам не надо спасательного круга, мы даже в двухметровых волнах выгребем, если нужно, мы понимаем в целом, что, наверное, с точки зрения вот этой нашей там ступенчатости, мы свою там первую ступень, там, или, там, 37-ю ступень в этой истории мы уже вложили. Мы дали свои показания на международном уровне. Там, интервью со мной опубликовано в Кембриджском журнале о пытках в России, не обо мне любимом, а о системе пыток в России и о необходимости проведения международного трибунала в отношении пыточной системы, которая убивала и пытала россиян и которая продолжает пытать и убивать теперь украинцев. Но вот вот эта история какой-то общности, она вдруг в какой-то момент улетучилась, испарилась, и у меня многие ребята, которые живут здесь, мы с ними встречаемся, и они говорят, ну, в принципе, наверное, наша миссия подошла к концу. Свидетельские показания мы дали. И в силу международного законодательства, даже если завтра там предположить, что нас убьют, ничего не изменится, потому что эти показания даны, архивы уже переданы, там и описаны со страшными вещами, и переданы архивы в гораздо большем объеме, чем мы публиковали это в Телеграме или там в Ютубе или даже в мировой прессе. По поводу вот того, что вы упоминали людей из России, мы вывезли людей не только, чтобы они не участвовали в войне или в пытках, мы вывезли целый ряд людей, которые осознанно дали уже международному расследованию показания и находятся в программе защиты свидетелей. И опять же, в случае чего-то плохого и с ними ничего уже не случится, все будет зачитано и оглашено в международном суде либо в международном трибунале. Больше, чем мы уже показали видео пыток, дальше, ну, по сути дела, там это множить сущности, то есть, как бы, показывать еще 35 эпизодов со шваброй, ну, наверное, нецелесообразно и это больше, не будет интересовать каких-то людей с извращенными наклонностями, нежели здравомыслящие люди все поняли и благодаря Алексею Навальному и вот этой книге они узнают об этом еще раз, но теперь уже от его лица. Ну вот, и вот у нас сомнения, хотя, честно говоря, лично у меня сомнения как-то рассеялись после упоминания вот к книге этого человека, который осужден по жизненному сроку лишения свободы и который вы мне действительно привезли, я постепенно читаю и о ней, наверное, через месяц, через два мы поговорим, но вот, что бы вы могли сказать другим моим коллегам, для чего вообще нам всем это все продолжать, потому что тот же самый Роман Протасевич, я тоже, если позволите, это буквально сегодня вышло и, наверное, это важно мне прочитать, там Ксения Собчак, по-моему, да, опубликовала видео с Протасевичем, большой разговор, и там есть цитата, само видео я еще до конца не посмотрел, наверное, оно заслуживает, чтобы его посмотрели, потому что у него трагичная судьба была, когда его самолет, который летел из Европы в Европу, принудительно в результате спецоперации ФСБ КГБ посадили в Минске, ну и понятно, что там он был арестован. Он пишет, значит, Роман Протасевич, это один из основателей НЕХТЫ, один из лидеров белорусского протеста. Когда вы окажетесь в ПИ, там, с ДЦ, никто к вам на помощь не придет. Никакая позиция, правозащитники. Прежде всего, думайте о своих близких, сопоставляйте все со своей системой ценностей. Как бы вы не поступили, ни один адекватный человек не будет вас обвинять. Там еще несколько цитат. Вот одна, наверное, самая важная. «Я обменял свою репутацию на свою свободу и свободу своей подруги, Софьи Сапеги. Я уничтожил осознанно свою репутацию в обмен на 25 лет жизни для меня и для нее. Жалею ли я? Нет. Я считаю, это правильный выбор. Патриот Навальный, который... Вот... Я в феврале этого года был на презентации четырехсерийного документального фильма в Германии, в Берлине. И так получилось, что французские службы согласовали мою защиту еще и в Германии и меня сопровождали... Сопровождала та самая группа службы безопасности Германии и полиции Берлина, которые охраняли Алексея Анатольевича Навального, когда он проходил лечение в клинике Шарите и в последующем вот курс реабилитации проходил. И они, с сожалением мне тогда говорили, что Алексей уехал и что они его берегли как смогли, врачи спасли ему жизнь, они его охраняли и охраняли бы до конца его жизни, пожизненно, потому что понятно, какие у него риски. И они очень сожалели, что он уехал. Но вот один улетел сам добровольно и отдал себя... Ну, как бы, вряд ли он предполагал, что его убьют, но тем не менее он рискнул. Тем не менее он рискнул и когда уже оказался в застенках, с каждым месяцем приходило все больше и больше понимания, что его не отпустят и вот эта книга была написана как раз как памятник и о чем он сам говорил. Другая история Рома Протасевич. Крутой, сильный журналист. Они сделали нехту, нехта, но в России ничего подобного не было. Вот та, которая будоражила и которая поднимала огромное количество людей на протесты и, конечно же, они были номер один враги не только для Лукашенко, но и для Путина. И он уехал и находился на территории Европейского Союза и думал, что находится в безопасности. И дальше, но кто же знал, что они способны на такое, принудительно они закрыли пространство, сманипулировали, написали какую-то фейковую информацию и создали условия для того, чтобы самолет, летящий из одной европейской страны в другую европейскую страну, осуществил посадку в Минске. И парни сломали, сломали жестоко, показательно, опозорив, заставив многих из нас его презирать или даже ненавидеть. И вот спустя какое-то время он, собственно говоря, рассказывает о мотивации, почему ему пришлось заняться взаимоуничтожением. Кого-то расстреляли в спину, как Бориса Ефимовича Немцова, кого-то пытались отравить и потом в результате добили в колонии. Кого-то сломали просто потому, что он выбрал жизнь и жизнь для заложницы, для Софи. Кто-то пока еще, вот, как мы здесь там на Атшибе, где-то там на берегу около скал, на берегу океана, ну, по сути, край земли, край Европы, живет в изгнании, что-то пытается делать. Кто-то внутри России остается внутри системы. Но мы видим, и вот, то есть мы были готовы ко всему. Например, когда Протасевича посадили там с этой спецоперацией, мы сразу закрыли совет координаторов ГУЛАГу-нет, потому что мы поняли, они на международном уровне уже такое делают. Что говорить, мы не можем никого в заложники отдать внутри России. И в этот момент, вот несколько лет подряд, нас это мотивировало, что у нас есть мы. Мы, вот, вот все. И да, мы можем думать по-разному, смотреть по-разному, но мы сможем исправлять ситуацию в России в лучшую сторону. Возможно, будучи в разных фракциях, в разных партиях, или будучи независимым, или будучи на дистанции, но мы когда-нибудь, вот все окажемся в этом парламенте будущего, будем принимать какие-то решения о парламентских расследованиях, о национальных и международных судах и трибуналах для Путина и для его сообщников и так далее. А сейчас, вот эти последние полтора-два месяца, они показывают, что те, с кем мы думали, что это мы, они оказываются готовы втыкать нож в спину, поливать дерьмом, безапелляционно обвинять в том, что мы являемся какими-то содержанками Невдена или Ходорковского, при том, что, к счастью или к сожалению, ни одного доллара, рубля и евро нам они не давали, и мы просто попытались призвать всех сделать шаг назад и не помогать ФСБ нас всех уничтожать, а дождаться расследования в Европе, в Польше, в Литве, возможно, в Израиле, с тем, чтобы были решения правоохранительных органов и судов, и потом, ну, принимать какое-то решение коллегиальное в оппозиции, а не брать какую-то информацию от какого-то агента ФСБ и с помощью этого друг друга уничтожить. И вот многие, да и не только из ГУЛАГу, нет, и разные люди мне звонили, говорят, а что дальше-то, ну, зачем все это дальше? Ну, мы все уехали, мы все люди с возможностями, с образованием, с возможностью где-то там работать и зарабатывать, кто-то уходит сейчас в бизнес, кто-то устроился на самую обычную работу, кто-то, как я там, ведет YouTube-канал, там, и монетизация позволяет нормально жить. Но есть ли смысл дальше бороться за какое-то мы или мы должны как-то успокоиться и вот пойти, не знаю, там, в океане плавать, продолжать давать важные исторические показания, возможно, там, писать, там, дописывать наши книги про наше независимое расследование правозащитную деятельность, но вот успокоиться и не париться по поводу этого мы, потому что этого мы больше не существует и что, возможно, как когда-то это мы пересоберется в будущем из будущих поколений, а мы останемся навсегда вот теми эмигрантами, которые когда-то выезжали из, в 17-м, 18-м, 19-м году бежали из, вновь созданного, там, Советского Союза и, ну, большая часть из них, конечно же, там, растворились в Америке, в Германии, во Франции и так далее. Очень важная и очень сложная тема. Я двумя маленькими рассказами ответил, если позволите. Мой хороший товарищ, он главный редактор издательства «Видим Букс», это издательство, которое издает книги российских авторов, например, Дима Глуховского, он последний роман издал там, это «Видим Букс». Сейчас вышла книга Василия Зоркова, у него, который тоже пытается ответить на вопрос, что действительно случилось с российским обществом. И Саша Гаврилов, главный редактор «Видим Букс», мы как раз эту тему обсуждали с ним, о том, что, к сожалению, как-то вот этот пазл не складывается, казалось бы, все вместе должны быть и не складывается, потому что у кого-то болит нога, кто-то хромает, кого-то укусил комар, а на самом деле у нас общий диагноз, он называется «Открытый перелом биографии». Мне кажется, это очень точная фраза. У нас у всех открытый перелом биографии. Кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Париже, в Биорице, в Вене, в Берлине, в Тель-Авиве, в Кракове, в Вильнюсе. По идее, мы должны забыть сейчас про эти комаринные укусы и быть единым фронтом, единым целым, потому что что-то позитивное сделать можно только вместе. Вот в этом я не сомневаюсь, и мне кажется, что здесь нужно просто терпение, нужны силы, чтобы осознать, во-первых, этот общий диагноз, открытый перелом биографии, и понять, что если мы хотим жить дальше, мы должны жить вместе, а не спорить, кто кого, когда, где комару укусил, в какую ногу. Если вы позволите, значит, вот маленький образ. У меня есть такой любимый рассказ писателя о Генри, про пациента, который осенью один умирал от пневмонии в клинике. Он лежал в больнице, ему было все хуже и хуже, наступала осень, за окном дождь, ветер, и одно деревце стоит, на котором отлетают все время листья. И он понял для себя, что когда последний лист упадет, он умрет. Он для себя так решил. А силы прошло три дня, ему стало лучше, он видит этот лист, он для него спасительный. Через неделю его выписали из больницы. И он увидел похороны человека, он спросил, а кто, кого хоронят? Они сказали, хоронят художника, который вот там, вот в больнице, каждую ночь на стене рисовал один и тот же лист, упавший давно. Он рисовал этот лист на стене, чтобы один из пациентов его увидел. Ну, не дай Бог никому как бы участи этого художника, но команда ГУЛАГУ.НЕТ рисует каждую ночь, каждую ночь и каждый день вот этот лист, на мой взгляд. Я только свою точку зрения могу сказать. Команда ГУЛАГУ.НЕТ рисует вот этот лист для того пациента, который живет в России, думает о России, читает, надеется, верит, и ему нужен этот лист каждый день, чтобы его видеть. это мало кто может это сделать. Многие, как тот художник, наверное, жертвуют собой, да, и таких примеров достаточно. Но рисовать этот лист, конечно, нужно, потому что вот кроме нас, у которых, да, общий перелом биографии, мы где-то каждый в своем городе за рубежом, но кроме нас у нас есть свой читатель, свой зритель там, на территории нашей страны, которому слово команды ГУЛАГУНЕТ очень важно. Это мое личное мнение, и я очень рад, что у меня есть возможность вам это сказать, Владимир, сегодня. Спасибо вам огромное, и я честно скажу, у меня мои сомнения улетучились, когда вы рассказали про историю, про ту самую книгу, напомнили мне о причине, по которой вы приезжали встречаться со мной, и о причине передачи этой книги, это действительно, я сто процентов, мы, если там доживем, я надеюсь, доживем через две-три недели, давайте именно про книгу и про этого человека поговорим, про его судьбу, прямо, чтобы отдельный был выпуск, из уважения к нему и к его желанию, чтобы это узнал я, а значит, его знали наши подписчики и зрители из разных стран мира, вот, спасибо вам огромное, я думаю, что многие мои коллеги послушают и поймут, что, что никаких сомнений быть здесь не должно, по крайней мере, если мы, если мы будем опускать руки, наверное, получится, что тот же Алексей Навальный зря, зря удал свою жизнь, а он здесь, мне кажется, действовал вполне осознанно, когда пошел на свою вот эту Голгофу, когда мог бы остаться в Берлине и ездить на Мерседесе С-класса с самой лучшей в Европе охраной, одной из самых лучших, а он выбрал вот эти ШИЗО, эти катакомбы, чтобы в них и остаться, но через это донести людям правду в разных странах мира и, возможно, как раз, чтобы мы все начали объединяться против этого большого зла. И в марте прошлого года мы давали с Сергеем Савельевым свидетельство в парламентской ассамблеи Совета Европы. И тогда это вызвало резонанс определенный, даже скандал на заседании ПАСЭ, потому что рядом с нами сидели люди из Европейского комитета по предотвращению пыток, которые эти самые пытки не предотвратили, при том, что из года в год публиковали или, как минимум, уведомляли ПАСЭ о своей большой и важной работе и об эволюции с правами человека в России. И мы тогда свидетельствовали не только о пытках в отношении россиян, но и о пытках в отношении украинцев. У нас впереди действительно еще очень много работы, нам надо сделать все возможное, чтобы произошел обмен всех на всех и все украинцы вернулись домой, чтобы закончилась эта подлая война, и чтобы больше никто из соседних стран не попадал в плен и в тюрьмы под пытки в России. И, конечно, задача номер ноль сделать все возможное, чтобы в России прекратились пытки, чтобы россияне перестали пытать россиян и перестали погибать от рук самих россиян. Больше у нас никакой сверхудачи в этом нет. Дальше уже кто-то придет на место президента или премьера, кто-то в парламент, мы не про политику, но нашу миссию мы видим в этом, и я надеюсь, что ради этого будем продолжать. Андрей, спасибо вам огромное за этот разговор. Вадим, спасибо. Я в свою очередь скажу, что я сейчас действительно очень правильно заметили, я тоже прокрутил в голове еще раз те отрывки, которые вы прочитали из книги Алексея Навального и те, которые были опубликованы в разных СМИ. Я тоже сейчас понимаю отчетливо, что он писал эту книгу, понимая, что он ее не прочтет в опубликованном бумажном виде уже. Это очень важный момент. у нас у всех действительно разбросанных по разным городам и весям, так сказать, у нас у всех есть одна очень простая задача, она очень просто формулируется, это борьба за мир. Ну, значит, надо поработать, конечно, и спасибо вам еще раз огромное за то, что позвали и за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо большое. С вами были Андрей Калитин и Владимир Осечкин. И напоследок хочу еще раз наших уважаемых подписчиков и зрителей попросить, пожалуйста, здесь в описании к этому видео и в первом комментарии, в закрепленном ссылка на телеграм-канал Андрея Калитина «Бедный Рюрик». Мы, кстати говоря, надеюсь, в следующем эфире я вам задам вопрос, начнем, почему «Бедный Рюрик»? И я надеюсь, в общем, поговорим о вашем новом проекте, о вашем новом канале. Ну и в целом, наверное, у вас есть у самого много интересного рассказать про вас, про ваше интересное журналистское прошлое на протяжении десятилетий. Так что, в общем, здесь не будем ставить точку, просто поставим запятую и продолжим через какое-то время на нашем канале. Спасибо всем огромное за просмотры. Если вы считаете, что это важное и полезное видео оказалось для вас, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этим в мессенджерах, в социальных сетях и, если еще не подписались, подпишитесь на «ГУЛАГу Нет» и на «Бедный Рюрик», на Андрея Калетина. Андрей, спасибо вам огромное, до новых встреч и самые добрые всем пожелания. Мирного неба над головой, а войне «ГУЛАГу» в 21 веке, конечно же, нет. Спасибо, продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok